Друзья, здравствуйте! Прекрасную возможность имел. Разгоняются. Палиенко. Палиенко ближе к штрафной площади. Удар. И вот он первый тоже неточный удар. Еще раз повтор эпизода. И третья волна тульской атаки. Наверх штрафной площади последует. Да, так и есть. Удара не последовало. Если честно, уже приготовился вылететь удар. Но вот сейчас удар. И момент-то какой. Волков! На противоходе сам себя поймал Сергей. Момент шикарный. Ну и отметим опять, что Сагулькин мяч неудачно вынес. Прямо на ногу игроку Арсенала. Не будем слишком строги к молодому защитнику Акрона. Но все-таки... Это рикошет. Но это был без... Вот сейчас он приходил внимательно. Ну то есть без персоналей просто общие такие какие-то вещи. Так, еще один удар. Еще один рикошет. И вновь Сергей Волков. Да, и снова Сергей Волков. Кайнов вел. 15 минут. Великолепно. Может быть, какие-то Максим Перестановки на самом поле будут. Удар! Неточный. Если я правильно понимаю, Крон еще ни разу в створ не попал. Так получается. Получается. Давай посмотрим. Я бы пробил. Удар и гол! Или нет? Нет, не гол. Попадает мяч в Седку, да. Но с нижней стороны неплохо придумали, на самом деле. Я сейчас поддался, если честно, эмоциям болельщиков. Попробил Яковлев и пробил. Это хорошо, Волков. Мяч забрать сразу не смог. Отбил и подстраховывают его партнеры. Замена в составе команды Альска. Местный номер номер 27. Момент. Момент был. И кого оставили там на ударник по Ткачкову. Да, нашли кого оставлять. В своей штрафной площади. Битва за первую двойку. Сасин. Сасин. Дмитрий на всех парах. Мимо Гигалопия. Что делать получилось? А вот дальше все. Время закончилось. Даже 20 секунд переиграли. Нулевая ничья в Жигулевске между Акроном и Тульским Аршиналом. Редактор субтитров А.Трум